Я рад приветствовать всех, кому небезразличны такие сочетания букв, как ИТ и ИБ. Меня зовут Марат Рахимов и это первый выпуск нового ток-шоу «Погружение в информационную безопасность». Тема нашего первого выпуска посвящена автоматизации, а конкретно автоматизации деятельности подразделения ИБ. Что это такое, зачем оно нужно и как ее лучше реализовывать, мы сегодня будем обсуждать с нашими экспертами. Я рад приветствовать в студии Олег Марков из компании «Газинформсервис». Он руководит разработкой систем автоматизации процессов управления ИБ. И из компании «Рвижн» — это Валерий Багдашов, руководитель центра экспертизы «Рвижн». Итак, мы начинаем с небольшой разминки. Думаете ли вы, что автоматизация — это серьезный и долгосрочный тренд? И если так, то почему? Мое мнение, что этот тренд, он и не прерывался. Он зародился достаточно давно, несколько десятилетий существует. И сейчас просто на него наступают качественно новые задачи. Олег, такой же вопрос к тебе. Этот тренд однозначно сохранится и надолго. Настолько усложнились задачи, их объем, которые лежат на подразделении ИБ, в том числе с точки зрения аналитической деятельности. Здесь без инструментов автоматизации в интересах этой деятельности просто не обойтись. Спасибо, коллеги. Дальше мы будем погружаться в тему автоматизации более детально и глубоко. Итак, мы немножечко размялись и теперь готовы приступить к более детальному изучению этой темы. Что из себя представляет автоматизация? Тем, конечно, для автоматизации много. На подразделении информационной безопасности скапливается столько задач. Орштатная структура особо не увеличивается, поэтому без этих инструментов как бы не обойтись. Мы в основном автоматизируем элементы менеджмента информационной безопасности. Ну, например, управление персоналом по вопросам информационной безопасности. Кстати, этот тренд, он сейчас актуален. Если вы посмотрите на недавно принятые законодательства и приказы в стек в области критической информационной инфраструктуры, такие так называемые, то увидите там новые появившиеся меры защиты. В том числе, вот один из вопросов, это управление персоналом по вопросам МБ. Ясно, Валерий, вот что ты включаешь в это понятие? Автоматизация – это быстрее, чем то, что может сделать человек. Это очевидно. Автоматизация – это наведение порядка в существующих процессах организации. Таким образом, мы можем наши процессы совершенствовать и легче их масштабировать, поскольку они описаны, они частично автоматизированы, и мы можем снижать потребность в людях при масштабировании этих процессов. То есть ты сказал, что это, грубо говоря, замена ручного труда на роботизированные, на автоматизированные. То есть в чем здесь может возникать сложность? Автоматизация подлежит хорошо структурированная, четко расписанная деятельность с воспроизводимыми действиями, с четкими алгоритмами. Не нужно ожидать автоматизации какой-то магии. Тема автоматизации, она не только характерна для России. То есть есть некий зарубежный опыт, и хотелось бы услышать от вас, как от экспертов в данной тематике, что там у них. Там есть системы внедрения, но в основном информационная безопасность, как элемент общей автоматизации рассматривается в области риск-ориентированного менеджмента. То есть для этого существует на зарубежном рынке соответствующий класс систем под названием GRC, Government, Risk, Compliance. И в рамках этих систем в том числе реализуется часть деятельности по вопросам информационной безопасности. На российском рынке данный класс как таковой отсутствовал долгое время. Но зато в последние годы появилась некая, наверное, это ноу-хау российского рынка. Появился так называемый класс security GRC. Что это значит, security? Ну, это значит риск-ориентированный подход в области информационной безопасности. Хотя, как бы, моя точка зрения, что все это такой несколько напыщенный пиар. То есть это, как мы уже говорили, обычная деятельность по автоматизации подразделения B только в разрезе от менеджмента. Гартнер определил еще в 2015 году такой класс решений, как SWAR. Его расшифровка сейчас и в 2015 году она существенно отличается. То есть в 2015 году расшифровка была такая, это security operation, автоматизation and reporting, что и, собственно, отражает суть этих решений, да, автоматизация операционной деятельности безопасности и автоматизация отчетности, в том числе, как бы, визуализации. После этого подход был пересмотрен. Эти решения остались вот в том классе риск-решений, про которые говорит коллега. Вот. SWAR же осталось классом решений, которое сейчас звучит следующим образом. Это security, orchestration, automation and response. Какая-то разница прям принципиальная у них? Разница появилась принципиальная, потому что здесь идет фокус на управлении, оркестрацией различными технологиями, передача результатов из одной технологии в другую и автоматизируя этот процесс, да, то есть это не человек, как бы, подразумевается, что делает либо в автоматизированном, либо в полуавтоматизированном режиме, вот. И автоматизация реагирования на инциденты информационной безопасности. А в чем, как бы, специфика такого российского рынка, если вот перейти сейчас, как бы, в сравнение дать, да? Все-таки мы, как бы, от этого опыта отказываемся, от этих подходов, да, то есть в плане вот GRC-подхода, в плане SWAR-подхода? На мой взгляд, концепция достаточно универсальна и в том числе ложится и на нашей реалии по разделению этих продуктов. Автоматизация деятельности SOC – одна задача, автоматизация управления комплайенсом и риском менеджментом – вторая задача. Есть также много задач сбоку, связанных как раз с процессами управления информационной безопасностью, повышения осведомленности, управления IT-активами, инфраструктурой и так далее. Ну, я вот тут хотел бы дополнить, какая наша позиция. То есть мы строим, ну, такую трехуровневую пирамидку. То есть на начальном этапе организация внедряет системы защиты информации, на втором шаге зрелости она внедряет системы DLP, CEM, системы анализа защищенности, SOAR, чтобы повысить эффективность выстроенного SOC. И на высшем этапе зрелости, когда организация достигает высшего апогея своей зрелости, встраивается вот подобная система класса SGRC. Я бы не стал ставить выше или ниже там SGRC или там SOAR как класс решений. Все-таки здесь речь идет о том, что сейчас для конкретной каждой организации в приоритете. Это автоматизация связана с реагированием на инциденты, и, безусловно, она будет заниматься этим вопросом. Ну, как раз вот эти задачи, в общем-то, стоящие перед организацией, зависят от того уровня зрелости, где они стоят. То есть, если у них сейчас стоит в первую очередь задача повышения эффективности управления инцидентом, значит, они будут ей заниматься. Но невозможно, например, заниматься повышением эффективности процесса управления инцидентов без классификации объектов защиты. А объекты защиты, то есть информационные системы, входящие в них комплекс технических программ обеспечения, напрямую поддерживают тот или иной бизнес-процесс. Я не говорю, что они там вот только после второго шага мы можем приступить к выстраиванию верхней пирамиды. Нет. Возможно, их параллельно. Разных подходов, грубо говоря. То есть, СУАР, он ближе к техническим вещам. То есть, да? То есть, инциденты технически возникают на всем, как мы следим, реагируем, сценарии реагирования. А GRC более такой организационный, менеджмент. Потому что, когда мы формируем паспорт информационной системы, мы должны туда написать куратора, кто влияет, к какому бизнес-процессу он привязан. Это как раз такая связка с руководством компании в целом. То есть, информация для руководства, в части информационной безопасности. Потому что их не интересует, что там делают подразделения ИБ и ИТ. Для него главное, чтобы бизнес и бизнес-функции функционировали. И вот как раз система класса SGRC, она дает вот эту связь между бизнесом, подразделением ИТ и ИБ. Мы закончили с первой подтемой. Надеюсь, для вас, дорогие зрители, стало более-менее понятно, какие существуют подходы к автоматизации. Мы готовы переходить ко второй теме. Ну что ж, давайте совершим еще такое более глубокое погружение и поговорим теперь именно про технические решения, позволяющие автоматизировать деятельность подразделения ИБ. Если возникла потребность у какой-то компании автоматизировать свою деятельность, то есть что ей попадется? Это, конечно же, продукты компании AirVision. Это платформа компании KIT и BLA 4M. Также на российском рынке представлена платформа, которая позволяет подобные решения реализовывать зарубежная платформа RSA Archer EGRC, Security Vision, которая также в этой области два подхода, наверное, сейчас фигурирует. Первый подход, когда вендор представляет решение под ключ, некая коробочная реализация. В таком случае, на наш взгляд, адаптация будет достаточно тяжела, трудоемка и, возможно, в каких-то случаях невозможно для определенных заказчиков, которые, войдя во вкус, будут выставлять дополнительные требования по автоматизации своей деятельности. Второй подход – это когда компания, интегратор берет какую-либо платформу, которая является отторгаемым элементом, то есть это не ее интеллектуальная собственность, и на этой платформе, используя ее как среду разработки, создает функциональность. Именно такой подход выбрала компания GasInformService. Таким образом, поскольку эти платформы являются некой средой разработки, то у нас имеется возможность после демонстрации каких-либо типовых модулей заказчику полностью адаптировать эту функциональность под их требования. Наш опыт показал, что вкус у заказчика приходит во время еды. Аппетит. И аппетит приходит во время еды. Первый подход коробочный, он достаточно будет, гораздо тяжелее его будет адаптировать, поскольку вендор не может разорваться на всех. Валерий, насколько согласен с тем тезисом? Я бы вообще в принципе сделал бы несколько другое деление подходов по автоматизации. Мы говорим о них сейчас. И тоже поделил бы на два подхода. Первый подход – это внедрение продукта. Это должна быть в идеале такая all-in-one решение как раз. Это должен быть законченный продукт, законченная коробка. Но в то же самое время она должна быть и платформой, то есть с большими возможностями кастомизации под задачи клиента. Второй подход – это заказная разработка. То есть это тот путь, который подходит для тех компаний, у которых очень сильная специфика, ни одно из решений на рынке не подходит ввиду этой специфики им для решения автоматизации их задач. Задача у заказчика – первое при получении продукта получить максимум от него аналитики, максимум от него бест-практисов и дальше уже с имеющимися преднастроенными возможностями, с уже запущенными процессами подстраивать его под себя и дальше его совершенствовать. То есть, ну, как бы, по сути, кастомную разработку, да, использование коробки не исключает кастомную разработку, возможность кастомизировать продукт. То есть вот какое различие, вот я не очень понимаю. Мы демонстрируем заказчику типовые модули, разработанные, функциональные, чтобы он понял, что это такое. При внедрении все равно будут отклонения, причем отклонения доходят до 50%. Естественно, в эту систему поступает множество данных из смежных источников и смежных систем. Данные в этих системах постоянно меняются, они взаимосвязаны между собой, но вот эта взаимосвязь между собой, она будет происходить только на верхнем уровне. Если сейчас, ну, скажем, нас смотрят зрители, которые хотят выбрать какую-то платформу, то есть, Валерий, вот на твой взгляд, на что следует обращать внимание при выборе платформы для автоматизации? Возможно, можно сделать это все на базе существующей в компании, не знаю, 1С, к примеру, да, или там Excel, то есть, вот насколько тут важно? Нет плохих или хороших решений, есть решения, которые не подходят под решение задач заказчика, поэтому нужно четко определяться с тем, что мы хотим сделать, дальше применять итеративный подход, идти шаг за шагом, автоматизировать процесс за процессом, не браться сразу за все. Ну, мое мнение, что подобные системы, это вот системы класса там ERP, для безопасников, ERP-системы, они постоянно развиваются, то есть, они не стоят, мы не видели ни одну систему ERP в крупных корпорациях, которая, вот ее раз внедрили, и все, там постоянно идут технические задания, бизнес развивается, вместе с тем система, то же самое, эта система в интересах подразделения информационной безопасности, поэтому механизмы должны встроены быть, то есть, у нас уже есть опыт, когда вплоть до заместителя генерального директора, начальника управлений, самостоятельно формируют дашборды информационные по тем данным, которые накапливаются в системах, для того, чтобы отслеживать необходимые метрики, то есть, вот такого уровня, то есть, не нужно за каждым чихом обращаться в поддержку к вендеру или там поставщику модулей. Есть ли примеры, когда подразделение ИБ и само автоматизирует свою деятельность, и что они для этого используют, то есть, если, скажем, нет там бюджета, да, на какую-то систему, каким образом можно автоматизировать деятельность? Мы видим по факту на местах, что люди занимаются кустарной автоматизацией, кусочной. Где-то кто-то себе пишет программу, которая формирует матрицу доступа, кто-то себе там пишет, учитывает, как они там провели проверки в Excel-ке, кто-то формирует паспорта информационных систем в MS Word, ну, даже что там с какой-то частичной автоматизацией средствами скриптов MS Word, ну и так далее. То есть люди как-то пытаются кусочно автоматизировать. Ну, конечно же, чтобы все это, весь этот пул вопросов схлопнуть в одну систему, это кустарного производства, это достаточно тяжело. В твоем опыте какие-то интересные примеры, так сказать, ручной автоматизации? Это достаточно опасная для крупных компаний ситуация, поскольку завязывается исключительно на уникальном каком-то опыте отдельных людей, не имеет ни документации, соответственно, ни понимания прозрачности работы, вот таких вот элементов автоматизации. Соответственно, с уходом таких людей из компании есть очень большой риск того, что процесс может простоять, либо новый человек не сможет перенять на себя всю деятельность той, которой занимался его предшественник. Большое спасибо, коллеги. Надеюсь, вы для себя выбрали, возможно, если бы выбирали ту или иную платформу, вообще поняли, что бывает на рынке. Итак, у нас остался последний блок, в рамках которого мы с коллегами обсудим реальные примеры, да, и их опыт внедрения систем. Значит, и хотелось бы начать с Валерия. Валерий, можешь ли ты рассказать про опыт внедрения систем, которые позволили автоматизировать деятельность и, грубо говоря, успехи, какие сложности были на пути. Продукты, те, которые есть в компании AirVision, соответственно, они внедряются в отраслях различного рода, это и энергетика, это и финансы, это и промышленность. Задачи, опять же, по автоматизации разнятся. У кого-то, в первую очередь, это вопрос построения security operation центров, у кого-то стоят остро вопросы комплаенса. Правильнее всего поговорить про сложности, с которыми сталкиваются при внедрении автоматизации в свою жизнь компании. Технологические сложности заключаются с теми системами, с которыми приходится интегрироваться. Зачастую это бывают достаточно слабые, сарые CMDB системы, это зона ответственности, там, не B-подразделения, а IT. Сложности с CM-системами, то есть если CM-система настроена некорректно или не настроена вовсе, приходится прежде решать заказчику эту задачу, прежде чем передавать уже дальше палочку дирижера в руки системы оркестрации и автоматизации. Процессные сложности заключаются в бюрократичности определенного рода компаний, в сложности перестраивания у них процессов или вообще в принципе выстраивания у них процессов. В течение какого времени внедряется... Кейс байкейс, но у кого-то это может произойти за полгода, кому-то и двух лет не хватит. Здесь зависит от аппетита, от результатов автоматизации, то, чего хочет в принципе компания. И в зависимости от ее размеров, от ее гибкости, от ее динамики. Ясно. Олег, по поводу именно опыта газонформсервиса. Согласен с Валерием, что два типа проблем стоят, вот они в двух плоскостях, технические и организационные. Очень много работ будет связано именно с интеграцией со смежными системами. Зависит много от того, что внедрено в организации, на каком этапе это внедрение находится и так далее. Второй пласт связан с организационными. Здесь как раз влияет зрелость, как Валерий сказал, понимание тех или иных задач. Лучше всего удается реализовывать и внедрять уже более-менее исторически сложившиеся виды деятельности. Например, понятно, что персоналом занимаются все исторические. Соответственно, у заказчика в голове приблизительно сформирован этот вид деятельности, как он этим занимается, и мы ему помогаем положить его на формализованные процессы и в дальнейшем автоматизировать. Управление документацией информационной безопасностью. Это ни в коем случае не подмена системы документа оборота. Туда такие функциональности входят, как поддержание актуальности разработанных документов. Хуже удается, когда как раз и Валерий это подчеркивал, автоматизация идет на стыке взаимодействия нескольких структурных подразделений. Как Валерий сказал, там сложности при интеграции CMDB, потому что IT-подразделение оно устраивает там как-то, а для задач информации подразделения ИБ оно недостаточно. То есть, если тяжело найти точки соприкосновения и выгоды в этой системе подразделения IT и ИБ, то процесс может реально встать, потому что есть такая точка зрения, иногда встречаются эти подразделения, что теперь их будут контролировать. И они всеми там руками и ногами пытаются как бы не отдать их информацию. Тут нужно искать всегда компромисс, нужно всегда говорить, что эта система в том числе и вам позволит навести порядок в своих делах. Олег, по поводу примеров ты сказал, значит, можешь ли ты тоже озвучить некие, может быть, временные рамки длительности этих проектов, скажем, внедрение одного из модулей. в среднем один модуль где-то от полугода внедряется, ну и, конечно, зависит от готовности, зрелости заказчиков. Слушай, коллеги, спасибо вам за дискуссию. Мы завершили третий блок, который был посвящен примерам и опыту внедрения подобных систем. Надеюсь, вам было интересно. Ну что же, мы обсудили с нашими экспертами достаточно сложную тему, посвященную автоматизации деятельности подразделения ИБ, насколько позволил формат такого, да, небольшого выпуска. Я напомню, мы обсуждали три темы. Во-первых, мы обсудили, что есть автоматизация. Эксперты объяснили, что это, по сути, автоматизация рутинных задач подразделения ИБ с повышением эффективности подразделения ИБ, то есть, когда мы работаем, скажем, в условиях нехватки ресурсов, мы обращаемся к автоматизации. Когда нам нужно оперировать большим количеством IT-объектов, обеспечивать и мониторить их безопасность, мы тоже должны прибегнуть к автоматизации. То есть, объективно и актуально этот вопрос волнует сейчас большинство подразделений ИБ. Далее мы обсудили вкратце про платформы и про подходы к автоматизации. Мы выделили совместно с экспертами два подхода. То есть, у нас представлены на рынке решения в виде платформы, непосредственно позволяющие автоматизировать и кастомизировать решения. И есть платформы, больше тяготеющие к так называемому коробочному решению. То есть, когда изначально в платформу зашивается большая доля аналитики интеллекта, но затем с использованием более кастомизированного подхода также можно решение адаптировать. И в заключении мы подвели некие итоги по опыту применения тех или иных систем и опыту внедрения коллег и поняли, что основными проблемами, с которыми сталкиваются интеграторы, вендоры при внедрении таких классов систем являются технологические и организационные проблемы. С технологической точки зрения системы необходимо интегрировать и здесь возникает очень много трудностей во взаимодействии с источниками событий, с источниками данных об объектах и, конечно же, организационные, так как эта система достаточно сложная и интегрированная в общекорпоративную инфраструктуру. Здесь возникают сложности именно во взаимодействии с подразделениями и необходимо решать вопросы во взаимодействии в частности с IT-подразделением. Коллеги, что-то есть ли я забыл? Ну, самое главное, чтобы заказчик понимал, что для внедрения таких систем нужен еще и собственный рост в этой области. То есть это, ну, по сути, повышение зрелости. Надеемся, наша программа поспособствовала повышению вашего уровня зрелости и толкнула нашу отрасль в части этой автоматизации темы вперед. Спасибо огромное, эксперты, за уделенное время, что нашли возможность прийти и выступить. Что ж, мы прощаемся с вами на этом. Спасибо за то, что вы посмотрели этот выпуск. Это было ток-шоу «Погружение в информационную безопасность». Если вам понравился выпуск, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой подход и то, что больше всего запомнилось. Возможно, какой-то вопрос к экспертам. Надеюсь, они также найдут время и ответят. Спасибо огромное. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин